Кто-то настоящий Лондон? Я использую английский язык. Я студент. Да, я студент. Программа Лингафон. Словатского языка. Кристина Крижанова и Ленька Сивакова. Добрый день. Добрый день. Как вы оцениваете наши сферы успехи? Мне очень понравилось. Это было отлично. Спасибо. Вы уже хорошо говорите по-словацки. Мы спросили друг у друга, как дела. А Косомаш? Винникаются. Это замечательно. Замечательно, отлично. Доброе. Это хорошо. И поговорили о моей почему-то работе, где я працую на радио, на Винар. Это журналист. Девушки высказили оценку в отношении нашего владения словацким языком, как хорошо. Как эта оценка может звучать на словацком? Да, похвалите нас, пожалуйста, на словацком. Болото пекне. Болото пекне, это значит, на это было хорошо или это было красивее? Болото пекне. В ответ на какой-то комплимент мы говорим спасибо, не стоит, ну что вы. Как мы это скажем? Ну, спасибо, дякую. Дякую. Ну, мне кажется, мы такая страна, что мы на комплимент не скажем спасибо, а мы такие, да что ты, нет, это было ужасно. Страна скромников. Ну, к счастью, мы сегодня не такие, мы принимаем ваши поощрения. А как сказать, вот, да ну что вы, нет. Не стоит. А, алый чёсы, нет. Алый чёсы, это да ну что вы. Алый чёсы, это да что ты. Алый чёсы. В нашем сфере диалоги была вот фраза про как дела. Вы пару передач назад нам говорили, что так спрашивают, задают такие вопросы только людей, которые искренне интересуются твоими делами. При встрече просто так не принято задавать эти вопросы. Может быть, тогда о погоде в Словакии говорят при встрече, ну, как дежурная такая тема есть. Да, говорят. Но больше всего, когда у них не о чем говорить, тогда говорят о погоде. Ну, если... Заполнить пустоту. Ну, собственно, это является нашей сегодняшней темой. Мы сегодня будем говорить о погоде. Но не потому, что нам не о чем говорить, а потому, что весна за окном разгулялась. И, собственно, вопрос. Каковы климатические условия в Словакии? Так ли отличается климат в Словакии от нашего, российского? Тяжело ли вам было привыкать к нашей лютой зиме? Ну, конечно, климат отличается. Вначале, мне кажется, было так сложно привыкнуть. Мы приехали в октябрь, и мы думали, о, мой боже, здесь только 3 градуса. То мы еще не знали, что придет ноябрь и декабрь. А сколько было в Словакии, когда вы уезжали? Не знаю, 15? Да, мне кажется, так. Это же наше лето, 15 градусов. Летом в Словакии даже более 30. Потом зимой мы привыкли. Это было сложно, но мы привыкли. Но, мне кажется, две недели назад было, что плюс 2 градуса, и солнце светло на улице. Мы вышли на улицу, и мы просто не могли дышать. Это было жарко. Меня всегда интересуют вопросы об иностранцах в России зимой. Они же приезжают из стран, где нет теплой одежды. Способы обогрева и утепления. Где-то все берете. Может быть, есть какие-то, как сейчас принято говорить, лайфхаки. Как согреться, не имея подручных средств особо специальных. Ну, что хорошо, в Словакии там горы. Тогда мы уже привыкли к холодной погоде тоже. А зимой там может быть и в юге минус, ну, редко, но и минус 20 градусов. Тогда для нас это не такая проблема, я бы сказала. Ну, купить одежду не было проблемой. Это было можно тоже в Словакии. Но мне кажется, проблема была, что мы не привыкли встречаться с зимой каждый день. Потому что если идете в горы, вы две недели катаетесь на лежах, и вам холодно, и хорошо как-то. Потом здесь начали жить, и в ноябре пришла зима, и еще есть зима сейчас. Там погода часто изменяется в Словакии. Не так долго просто зима. А кроме гор снег зимой, бывает еще где-то? В городах бывает. Такое, что выпал, все порадовались сегодня, полепили снеговиков, и потом он растаял, и все. И бывает так, что сугробы огромные, что не проехать, все дороги занесло, движение встало, потому что никто не может дороги расчистить, техники такой нет. Ну, да, бывает такое в Братиславе. Ну, да, я жила в столице, и там, когда было чуть-чуть снега, то если бы такой снег был здесь, вы бы не заметили, что подал снег. Но у нас в Братиславе, если идет снег, там просто ничего не работает. На работу или в университет вы не успеете приехать. Когда я пришла здесь, я видела, как много снега в Кирове, и все нормально, все в порядке. Ну, кстати, я жила далеко от Братиславы, недалеко гор, и там никакой проблемы не было с снегом. Там было много снега, и все ходили на работу. Как будет по-словацки снег, идет снег, сугробы? Снег идет просто снежи или пода снег. Но мы не часто используем этим глаголом идёт. Мы просто скажем снежи. Снежи. Да. Ну, соответственно, если у нас идет дождь... Это будет прши. Прши. А дождь сам будет? Дождь. 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 А если дождь идет, то это уже прши. Да, прши. У нас здесь свой глагол на всё. Я была очень удивлена, когда я просто нашла, что по-русски надо сказать снег идет. Но здесь всегда снег идет. Почему у нас еще нет глагола этого? Куда идет этот снег? И как по-английски сноус? Сноус. По-итальянски невика, по-моему, будет. Вообще, в принципе, погоду мы как обозначим? Почаси. Почаси. Хорошая погода. Пекне почаси. Пекне почаси. А плохая? Шкареда почаси. Шкареда почаси. Как спросить, какая погода сегодня? А ке днес почаси? А ке днес почаси. Ольга, а ке днес почаси? Днес пекне почаси. Пусть будет так. Я согласна с тобой. Только глагол надо добавить. Какой? Е. Днегол биде днес е. Днес е пекне почаси. А в вопросе, где он был? А ке днес почаси? Тебе нравится такая погода, как мы спросим? Пачи сати таке почаси. Пачи? Пачи сати таке почаси. Да, пачи это тебе нравится таке почаси, такая погода. Ну, мне кажется, я никогда не слышала такой вопрос. Да, это просто погода. Нравится, не нравится, все равно. Мне кажется, в салаке вообще очень мало люди общаются. Про дела им неинтересно. Про погоду только если не о чем говорить. Нравится, не нравится, вообще всем безразлично. А у нас есть люди, которые любят плохую погоду, например. Если идет дождь, для меня это не плохая погода, а мне нравится она тоже. Мне бы не понравилась погода с дождем. Зато, если бы была какая-нибудь буря, гром, молнии. А гроза как будет? Бурка. 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 А давайте переведем грозу. Люблю грозу в начале мая. Люблю грозу в начале мая. Нам рада бурки. Нам рада. Нам рада бурки. На зачатку мая. На начатку мая. На зачатку мая. На зачатку. Слышу, что есть разница между я люблю и мне нравится, да? Да. В каких случаях мы это используем? Или это синонимы могут быть? Они не очень синонимы. Но, например, если говорим про еду или про фильмы, скажем, мне нравится. Мам рада или пачи сами. Но я люблю это обычно только для людей. Просто не скажем, я люблю хлеб. Нам рада, это мне нравится. Да. То есть вы не скажете, что я люблю грозу. Не очень. Можно так сказать, но редко. А как это будет звучать, если вот именно я люблю? Любим бурку. Любим? Да, любим. Это я люблю. Любим бурку на зачатку мая. Мне тоже кажется, что это довольно поэтично звучит. Даже по-славянски. Но мы бы сказали, любим маеву бурку. Маеву бурку. Да, мы бы с мая сделали имя прилагательное. Потому что любим бурку на зачатку мая, это кто бы так не говорил. Это не длинное предложение, надо сократить. А все говорят, что вот люди на севере, они общительные. Вот русский язык там, что лишнего слова не скажем. По телефону, только по делу. Итак, мае. Мы поняли, что мае. Да, май. Май. Январь. Януар. Януар. Февраль. Фебруар. Фебруар. Март. Марец. Марец. Апрель. Април. 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 Май-май. Июнь. Юн. Июль. Юл. Там в начале есть «и» или сразу «юн», «юл», «юл». Август. Август. Сентябрь. Септембер. Ну, октябрь, ноябрь, декабрь. Октобер, новембер и децембер. Децембер. Ольга. Ты паче? Марец. Паче сам. Пачить, это сложнее, потому что оно изменяется. Как мы будем спрашивать, что-то кому-то нравится, и говорить тебе нравится, ему нравится, и в отрицательной еще форме. Ну, в общем, это не так сложно, надо просто начать глаголом пачить. Мы уже знаем, как сказать пачи сами, тогда это будет для меня, я. Чтобы спросить кого-то, надо просто сказать пачи сати. Пачи сати и какой-то объект. Да. Ольга, пачи сати, Марец. Марец, пачи сами, потому что я родилась в этом месяце. А Вера, пачи са август. Ти. Пачи сати август. Да. Фух, я отвечаю, конечно. Само зрееме. Само зрееме. Самые простые русские слова в словацком превращаются в какие-то многосложные. И наоборот. Если ему нравится. Ему нравится. Пачи саму. Пачи саму. А здесь сам вот предмет, который нравится. Мы ставим в начало. Нет, в конце. Пачи саму. Что там? Стол. Да. Пачи саму ствол. Пачи саму по часе. А ей? Пачи са ей по часе. Нам. Пачи са нам по часе. Им? Пачи са им. Им нравится солнце. Пачи са им. Солнко. Солнко. Пачи са им сонко. А и солнечная погода. Солнечное по часе. Пачи са им солнечное по часе. Если им не нравится снег, например. Это очень сложно. Надо только добавить не в начало фразы. Не пачи са им снег. Или не пачи са ей дождь. Правильно. Мне не нравится погода в России. Не пачи са ми по часе в русску. В русску. Хорошо. Какие еще могут быть явления природные, которые нам пригодятся? Есть еще времена года. Я предлагаю об этом поговорить. Мне кажется, это будет очень сложно. Мы не запомним. Это будет очень сложно. Вот я прям сразу могу сказать, что пачи са ми лето. Ты готовилась. Я готовилась. Я специально перерыла все словари. Вот так. А тогда про весну, как мы скажем, пачи са ми яро. Ты взяла самый простой вариант. Нет, самый простой был зима. Значит, весна – яр. Да. Лето – соответственно, лето. Осень – есень. И зима – зима. А как у вас сезоны распределяются так же, как у нас в России? С 21 числа. Да, или с 21 числа, когда солнцестояние, или там… Официально с 21 числа. Не ожидали мы такого ответа. То есть весна у вас фактически наступает 21 марта. Да. Мы обнаружили, что мы в России самые счастливые, потому что у нас весна приходит именно 1 марта. А чаще, примерно с конца февраля. Это для меня смешно, потому что так скоро весна начинается выглядеть, как Словакия в конце февраля. Что еще для нас зима. Да, мне кажется, в России достаточно только зима и то, весна. Зачем вам лето, например? А у нас так говорят… Чтобы слить на поле, у нас… Есть два вида погоды в России. Это май месяц и не май месяц. А как сказать, мне в России холодно? Еми зима в русску. Еми зима в русску. Или, ну, лучше бы в русску моя зима. А здесь будет зима именно как холод? Да. А холодно, хладно? Хладно. Ну, можно сказать или хладно, или зима. Я бы даже сказала, что обычно мы скажем зима. В этом случае зима на речи? Ну, предложение «мне холодно», мы скажем «еми зима». Мне зима. Как бы у меня зима. А мне жарко. Еми горутся. Еми харутся. Горутся. Давайте еще раз поясним, когда все-таки у нас будет «еми зима», то есть как зима, как холодно, и «еми хладно». Можно так сказать вообще? «Еми хладно» можно сказать. А в чем разница? Мне кажется, слова одинаковые, но чаще используем «еми зима». Хладно такое, ну, можно сказать, слишком официальное, или… В разговорной речи все говорят «зима». А если мы попробуем отрицательную конструкцию здесь создать, мне не холодно? «Не еми зима». «Не еми зима». Молодец. «Не еми зима». Или «не еми хорутся». Вообще вот эта конструкция «еми» – это что-то устойчивое, то есть мы можем сказать «мне еще что-нибудь», там «мне плохо». Да, да. «Еми зле». «Еми зле». «Я имею что-то». Или по-английски «как это будет?» Вот итальянцы голод имеют все-таки. Да и китайцы тоже. Ага, сам голодный. Ну, «я голоден» надо изменить, кто говорит о чем. Это бы было «я сам голодный». «Я сам» – это значит «я» и глагол «быть». Ну, это «to be». «Я сам голодный». А что может быть тогда еще «еми»? Это «нет», как «у меня есть». Ну, потому что это слово, о котором мы говорим, это главной предмет этого предложения. Тогда глагол «надо», а не с тем, кто говорит. Это какая-то страдательность. А если «я счастливый»? Это будет тоже просто «сам счастливый». Довольно сложно определить здесь какую-то закономерность. Но остановимся пока на том, что если мы говорим о состоянии холодно или тепло, или жарко, то мы будем использовать «еми». Давайте попробуем какой-нибудь прогноз погоды собрать. Как будет прогноз погоды? Предповедь по часе. Предповедь по часе. Предповедь по часе. Итак, предповедь по часе будет у нас из радужных времен, а не будет нам хладно и зима. Кстати, радуга. Как будет? Дуга. Дуга. Радуга, дуга, поэтому российско-словацкое слово. Сегодня в Кирове солнечно. Днесь в Кирове е солнечно, а? Без осадков и тепло. Хоруцо. Хоруцо. Жарко. 25 градусов. 25 ступню Цельсия. Ступню. 25 ступню Цельсия. Вы всегда добавляете Цельсия, когда речь идет о температуре? Не всегда. Когда говорят эту. Ну, когда по телевизору будет прогноз погоды, там скажут. Обязательно. Ступню Цельсия. У нас еще в прогнозах погоды бывают геомагнитные всякие бури или спокойствия. Добрый мир тупного столба. И это тоже. И влажность воздуха. На это обращают внимание? Да, обращают. Ветер северный? Конечно. Порывистый. В России только так. А ветер северный? Северный ветер. Северный ветер. А южный? Южный ветер. Юго-западный? Юго-западный ветер. Все очень просто. Просто восток, по-другому. Все же есть. А восток как будет? Вихот. 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 Я предлагаю еще несколько слов сказать об обязательных атрибутах, без которых мы не сможем перенести какие-то погодные невзгоды. Если у нас будет по часу с карейдно, нам обязательно пригодится как минимум зонт. Дождник. 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 На дождевик как-то похоже. А дождевик как будет? Проши плащ. Проши плащ. Дождевой плащ. Проши плащ. И, конечно же, чтобы уверенно шлепать по лужам, это резиновые сапоги. Гумаки. Гумаки. Мне нравятся твои гумаки. По часам твои гумаки. Твои гумаки, да. Ходят вообще в резиновых сапогах? Очень редко. Ну, когда лужи на улице, да. А лужи как будет? Халуш. Халуш. Мне кажется, словацкие лужи на кировские не очень похожи. Вот именно те, от которых мы носим резиновые сапоги, гумаки. Ну да, то, что в Кирове лужа, это мы и в Словакии называем пассейн. Серьезно? Нет, это была шутка. Даже проблема в России, что мы не всегда серьезно говорим. И все думают, что мы очень серьезные. Ну что ж, будем переходить к музыкальной части нашей программы. Да, немножечко отдохнем под прекрасную песню. И вновь песня о любви, да, девушки? Да, о любви девушке. Это коллектива, который называется словом из пяти букв, и гласная в нем только одна. И она в самом конце. Да. Рдза. Рдза. Да, это хорошее слово. Рдза. Как это переводится? Рожь? Или ржавчина? Ржавчина, да. Ржавчина. Как эрозия металла у нас есть. И песня. Ржавчина тоже. Така сами пачи. Така сами пачи. Это пачи сами. И, кстати, мне это очень напомнило визуально. Вот на слух радиослушателям не понять, да, вот эти пачи са там. А когда это видишь, это очень напоминает итальянское мипиачи. Мне нравится. Да, кстати, правда. И значение точно такое же. Така сами пачи. Слушаем. Эй, така, эй, така. Така сами пачи. Режничка в маковом колачи. Эй, така, эй, така. Чоба файна и плюца. До праце ай до танца есть сутца. Эй, а. Эй, така, эй, така. Така са ти люби. Чо ма фэри а биле зуби. Эй, така, эй, така. Така са ти ходи. Чо бари. А кај мећи е не выстроить ходи. Эй, а. Эй, таку, эй, таку. Кде летаку найдем? Чо ты внесла до живота раде? Эй, таку, эй, таку. Кде летаку найдем? Чо ты внесла до живота раде? Эй, эй. О, о. Так, девочки, рассказывайте, что это было, о чем, кто кому нравится. Ну, сначала, может быть, я скажу, что эта группа, ну, не очень известная, но нравится Словакии многим людям. И они играют песни вдохновлены словацким фолклором и, ну, с элементами рок-музыки. Ну, это мы почутили. О чем они пеют? Песню, надо сказать, относительно свежей, по-моему, 2012 год. То есть перед нами образец современной словацкой музыки. Эстрады. Они там пьют... Такая мне нравится, у которой в веснушке белые зубы. Эй, така, эй, така, така сами ходи, чо вари, печи, ве выстроить ходи. Значит, такая мне подходит, которая знает, как готовить еду и пирожки. Так, а пирожки – это которое слово? Ну, там печи, это глагол. И это именно о пирогах? Да, но петь будет на... Выпечка какая-то. Эй, таку, эй, таку, где лантаку найдем, чо би внесла до живота надей. Эй, таку, где её найти, которая би принесла надежду в мою жизнь. Ну, и потом еще один раз. Эй, таку, эй, таку, где лантаку найдем, чо би внесла до живота надей. Эй, така, эй, така, така сами снива, не скрутина, блазнива, а дива. Вот такой я мечтаю, которая неугомная. Неугомонная. Неугомонная, спонтанная и дикая. И печет еще и варит. Она там такого приготовит из уроди. Ну, что просто... Такой стендерд, словек. Да-да-да, у нас такой высокая уроди девушки, да? Конечно, и мы такие. Как я мечтаю сказать? Снивам. 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 Снивам о. Снивам о. Тоже запомним, чтобы о чем-то хорошем можно было помечтать. А можно сказать снивам о лето? Или о... Снивам о лете. Снивам о лете. Снивам о лете. На этом сегодня закончим. Оставляем вас с мечтами о теплой погоде. И о необузданных женщинах, варящих еду и пекущих пирожки. Это была программа «Лингофон» на 101.фм. Вера Власова, Ольга Болезина, неугомонные Кристина Крижанова и Ленка Сивакова. Спасибо вам. Дякую. Чао. Чао. До встречи через неделю. Программа «Лингофон».